привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас как я вам и обещал ранее начало целой большой саги целого приключения я вам буду рассказывать про острова тихого океана и начинаем мы с французской полинезии а если быть более точными с маркезских островов или маркез мы находимся на острове нуку хиво это столица маркез ну что вы готовы если готовы проверьте подписку проверьте колокольчик потому что столько крутого материала который мало кто показывает и в русскоязычном сегменте и в англоязычном сегменте информации очень очень мало про данную акваторию поэтому подписка колокол а мы начинаем свой рассказ тихий океан просто огромный когда я прошлый раз его переходил меня трек лог насчитал 12 тысяч морских миль это в четыре раза больше чем пересечение обычного атлантического океана весь тихий разделен на полинезию меланезию и микронезию кстати самый большой континент полинезийский это новая зеландия полинезийцев там живет 250 тысяч человек все эти три региона отличаются этнический языком культурой то есть это совершенно три разных этноса но нас интересует французская полинезия которая разделена на три больших части самая западная и первая от галапагос это маркезские острова либо маркезы далее атоллы туомоту это огромная по размеру акватория больше чем 600 морских миль можно сравнить по размеру с европой и society islands наверное вам это известно больше как таити бора-бора то есть это самая развитая часть французской полинезии в папе это находится столица society islands теперь давайте рассмотрим маркезские острова основные острова маркез нукухива уапо уахаку хивао фатухива и тахаута это вулканические острова то есть пики гор высокие несколько километров в высоту столица маркез тахауэ это небольшой городок на острове нукухива соответственно бухта в которую мы стали называется тахауэ бэй потому что находится рядом с городом тахауэ на острове не очень много достопримечательностей основные вай по waterfall то есть это один из самых больших водопадов в мире самых высоких мы на него к сожалению попасть не смогли из-за погоды потому что в дождь туда подняться нельзя и гранд каньон красиво видно каньон но к сожалению за погоды мы туда тоже попасть не смогли поэтому если вы едете на маркезы частности на нукухива будьте внимательны чтобы был сезон когда вы сможете посетить и посмотреть на данные достопримечательности на маркезах marine нет и с сервисом для яхт реально проблема то есть если вы хотите что-либо починить то скорее всего это нужно будет заказывать и самолетом это будет прилетать доставляться вам состоите на маркезах говорят на северомаркезском языке это диалект полинезийского языка на маркезах официальный язык французский но население разговаривает на северомаркез к интересный факт 93 процента жителей маркез были рождены на маркезах вот посмотрите какая у нас тут качка это называется спокойный якоринг вот так вот здесь всю ночь болтает вот это судно это такой круизный контейнеровоз то есть у него задней части это каюты жилые которые здесь между маркезами между островами и таити курсируют а в передней части два крана и они грузят контейнеры то есть грубо говоря когда они переезжают перевозят людей с острова на остров они еще при этом могут там взять машины какие-то продукты грузы это отель который здесь вот сверху находится должен быть великолепный вид наши друзья решили перед самолетом остановиться в отеле переночевать и чтобы завтра свеженькими лететь потому что нас кайфануть да потому что лететь им очень далеко в европу это фиг знает куда ну что тебе нравится здесь красиво выглядит очень достойно наконец-то первый такой мощный напиток там еще кайфануть ром и кока-ка ой крепкий какой мамочки но вкусный и допил того что не заведу я не заведу мне дождь такой есть чем-то чирик чик чик дайте день кристина но за наш с приплызда наше поездка ну вот у нас приплызда вот такой красивый вид на нашу лодку и он она кстати стоит ее видно который нас не врубился да у нас все хорошо все хорошо получилось и парус который был фурмер который не оторвался да вообще все хорошо первые люди на островах маркез появились в 150 году уже нашей эры большинство построек и основная колонизация островов началась в одиннадцатом и закончилась в четырнадцатом веке нашей эры маркезы стали французскими островами в 1842 году исторически на этих островах жили племена и был развит конечно болезнь поклонялись тики это скульптуры которые вообще в оригинале были сделаны из дерева потом их начали вырезать из камней самые известные тики это на островах пасхи и вообще изначально тики это культ поклонения первой женщине тому человеку который дальше принес жизнь на эту планету и на острова маркезы на острове много тики так вот это исторические раскопки не новодел поэтому прогуливаясь по городу если вы видите тики то можно подойти сфотографировать так вы можете прикоснуться к древности столице на горе тухива хилл стоит большая статуя тики это 12 метровая статуя которая была сделана в 2017 году данный тики посвящен женщине полубогу как я уже говорил это первая женщина которая дала жизнь на маркезы она олицетворяет хранительницу традиций и знаний 2 тики это мужской тики воин который стоит со спины женщины полубога и защищает ее показывая свою силу данная статуя была сделана артистом григорио гран меди при помощи двух местных скульпторов с маркез теве тетю и таутини матики после того как прошла колонизация маркез белые принесли большое количество проблем болезней например в 1863 году была эпидемия оспы от которой погибло больше тысячи человек на островах кроме болезней в 1883 году на маркезы был завезен опиум и это в принципе наверное и убило основную часть населения данных островов изначально когда белые начали колонизацию маркез на островах жила 12 тысяч человек в 1934 население стало 635 человек всего 21 доллар пол килограмма курицы я сначала схватила филе а потом как ошпаренная выбросила я думаю на рынке может быть там повезет потому что тут мне ничего не хочется свой соус есть ты полюбую на колбаску сейчас магазине покупаем всякие продукты и тут где-то везде на которая ищет соусы на самом деле здесь все очень дорого очень дорого то есть бутылка пива стоит 360 в магазине и это дешево так обычно 7 если ты в ларьке в ресторане покупаешь а про остальное мы чуть позже расскажем когда все купим но нужно понимать что здесь придется раскошелиться а ты что еще за соус ну вот тут сладкий помнишь сейчас вели в ресторане ночь такого не вижу он пишет короче вот смотрите вот этот вот этот вот пакетик он на самом деле наполовину пустой у нас там бананчики лимончики как а кол очка бутылки красного вина по 17 что евро да тут же к евро при долларом ну за долларом бутылка рома 28 здесь кстати алкашка рома где-то там 40 50 60 долларов за бутылку стоит в общем не набухаешься и эти молоко там что порядка трех долларов стоит за бутылку короче вот это вот небольшой пакетик который я вот так вот несу у нас получился 117 долларов то здесь конечно закупаться на переход будет немножечко накладен к кстати что рынок будет лучше в этом смысле мы идем банкомат снимем кэш и сходим на рынок посмотрим что здесь вообще по ценам на всякие легенд это овощи красивые свежие сочные а магазин вообще пустой отстойный полностью мне кажется может быть его там под вынесли просто сегодня потому что выглядят полки очень пустые как будто там нифига нету денежки здесь вот такие черепашками красивые полинезийские франки курс одна тысяча это 10 долларов а вот из 10 тысяч это 100 долларов ой смотрите здесь стоит тетечка которая продает овощи а ну идем сюда я очень довольна потому что смотри сколько мы купили это все на 17 долларов тут редиска есть я огурцы забыла огурцы забыла ну иди туда и нам еще подарили одну капусту ну иди за огурцами а огурцы нашла вспомнила про огурцы да потому что как без огурцов там у нас редиска она без огурцов вообще не туда и не сюда по местным ценам это получилось все реально нормально супер дешево если учесть что это пачка вот это все продукты стоят как пачка сигарет в принципе я довольна это наша первая сегодня удачная покупка там магазине где мы были сейчас купили соевый соус и шоколадку у у них короче скотч стоит 3м овский это не скотча это бумажная маскин тейп маскин тейп 38 баксов это просто что-то невероятное блин как тут люди живут я не представляю они чем они питаются чем они моют свою сантехнику ну потому что тут цены я не знаю можно продать почку вести нормальный быт зато здесь красиво да ну только это на хлеб не намажешь голодай в красоте мы на еще один рыночек тут прямо вот смотри лимона 2 . лимона 2 итак мы решили попробовать вот такой вот ром обычно на островах ром получается особенно на тропических островах ром получается неплохо пахнет он ну скажем так ужасно это ничего не сказать он пахнет найти вот как самое дешевое бухло такое вот кока-кола и лимон ну прибили скажем так ну можно пить не самое вкусное пойло скажем так одно из херовых но при отсутствии другого можно себе спокойненько позволить иногда к этому рому пристращаться а еще смотрите что мы нашли короче написано что инсект мониторинг систем то есть наверняка с деревьев сюда падают какие-то жуки может быть и они вот да вот попадают удивительная штука я такого раньше никогда не видел этот островочек такой я так понимаю что делать здесь особенно то нечего но зато те кто любит вот дикую природу выйти так вот на пляжик который совершенно рядом с нами находятся и просто посидеть на закате сейчас у нас закат просто такое немножко тучи зашли этого незаметно и позаниматься каждой своими делами мне это полюбоваться на лодке которые стоят на якорях 1 и пособирать ракушки и это все как вы понимаете вот с таким вот великолепным видом посмотрите это просто волшебно самое удивительное что это только маркезы такие мы дальше поедем на туамоту а туамоту это просто плоские атоллы посреди океана и уже такого не будет на society island это таити там будет что-то другое она по-другому выглядит то есть каждые вот эти острова они уникальные и этим принципе интересно потому что они очень разнообразные смотрите это местные лодки спортивные и они традиционно идут с одним поплавком то есть это уже из фабер-гласа сделаны такие современные лодки и поплавок вот современный такой очень быстро но все равно у технологии это целом на деревянных палках прикреплено к основным конструкциями типа конструкция видите и и к ним вот идут такие вот деревяшки какие быстрая форму в этой лодке посмотрите на хвост у него у него хвост как у собачки очень модная стрижка у хвоста такс а вот это коммерческий пирс сюда приезжает этот корабль который разгружается и тут вот маленькая заправочная маленькая заправочная станция это что-то невероятное оно каждый день по-разному но хайлайт мой на сегодня это вот бабл шелл называется я последний раз такую на маврикии находила ты уже все в лицах знаешь конечно ну тут столько всего сегодня мелочевка потом все полное я уже все перерыла вдоль и поперек и пойду еще потому что как раз прилив такой что замешивает и новое мне приносит в общем нет времени объяснять ну что народ мы плавненько готовимся к выходу на туамоту какой у нас первый пункт на туамоту на кема макема поэтому сейчас мы собираемся планируем наш маршрут ты какой тут ветер но сейчас такие порывы прямо короче мы сейчас собираемся смотрим прогноз погоды будем закупаться и если нам сегодня отдадут наши газовые баллоны то завтра возможно мы выйдем уже на туамоту потому что я здесь стоит вероятно но здесь стоять это просто нам а вчера баллоны здания да нам могут их завтра отдать знаешь завтра выйдем как только отдадут нам баллоны в общем следите подписывайтесь потому что много интересного впереди много на тулах красиво на тулах интересно там подводный мир очень богатый много акул много скатов есть мантареи огромные будем разведывать у нас камера есть подводная на финальную закупку готовимся к выходу и возможно завтра с утра мы выдвигаемся помочь сегодня посмотрим по настроению как все купим выдвигаемся на закупочки по немножечко купили продуктов здесь самая базовая это там всякие пару яблок там немножечко лука еще молока волшебных местных паштетов вот очень вкусные паштеты я их про запас набрала в общей сложности 12 баночек ну на багет его мажешь получается такая французская замороженный багеты да тоже очень вкусная нам подходит долгого хранения а сейчас мы едем идем вернее с магазина забираем наш газ который мы здесь заправили про это я сейчас тоже расскажу на рынок заглянем заедем на заправку заправим топливо для тузика то закончилось дина нашла дерево с помылой пытается найти свежую вернее как свежую уже поспевшую такая вот у нас тут история что ты там натырила очень вкусный помыло растет полное дерево давай сумку расстреляй вот мы забрали газовый баллон получилось кстати 50 долларов 20 за синий и 30 за большой хотя в синем 2 килограмма там 6 короче такая такса не расплещи не расплещи газ сейчас загрузимся будем швырять он теперь не может вынести пока что так решит у нас еще папайя и чуть-чуть бананчиков так 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 отчаливаем вот там слева заправка видно и есть ступеньки сейчас мы попробуем очень хитро подъехать и залезть по этим ступенькам наверх вот этот пирс от которого мы только что отмечали короче заправились мы топливом стоимость 160 франков за 1 литр это 1,6 доллара 20 литровая канистра получилось у нас 32 бакса вот такие вот цены здесь на маркезах во французской полинезии а мы начинаем двигать вот там наша лодка стоит туда и едем а дальше будем действовать по обстоятельству ну вот мы уже и на лодочке и сейчас распаковываем вещи тузик у нас уже заведен все веревки проведены все там рифы я подключил ну что я думаю что скоро будем начинать наш тур у нас тут Дина занимается раскладыванием всего чтобы ничего не улетело а то у нас были ситуации в жизни когда по лодке все летает узнали да так кофеварку закрепляем там все собираем все убираем тут у меня всякие пасочки мы их тоже все убираем в общем стандартная подготовка к выходу что у нас по энергии там 94% идет активная зарядка 70% топлива 60% воды то есть мы в принципе мы в принципе по ресурсам окей то есть мы готовы запускаемся запустились а теперь Диночка идет на нос и вынимает якорь попросите доассvat pum Hawaii ТанOkay Плини у или Продолжение следует...